Ассоциация СИЗ просит об введении отсрочки от мобилизации для занятых в нашей отрасли. Призыв узкоспециализированных сотрудников рынка СИЗ может привести к разрыву технологических цепочек на предприятиях ОПК. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты обратилась в правительство Российской Федерации с просьбой о введении отсрочки при частичной мобилизации для отдельной категории профессий, занятых в отрасли СИЗ. Соответствующие обращения направлены в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Дениса Мантурова. Как вы знаете, продукция членов Ассоциации относится к товарам первой необходимости, поскольку обеспечивает безопасность населения страны, в том числе сотрудников Росгвардии, МЧС, медучреждения и предприятий всех отраслей промышленности. Компании, входящие в АСС, выпускают более 10 тысяч наименований защитных изделий, а это и одежда, обувь, очки, каски, респираторы, противогазы, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства и так далее, и так далее, и так далее. На наших предприятиях есть уникальные профессии и соответствующие специалисты, которые проходят длительное обучение и имеют узкоспециализированные знания по работе с различными производственными линиями. Освобождение этих сотрудников приведет к невозможности выполнения заказов и прекращению выпуска продукции. Такая ситуация может привести не только к резкому ухудшению условий труда, но и к разрыву технологических цепочек на предприятиях ОПК и на предприятиях непрерывного цикла с возможной последующей дестабилизацией функционирования всей российской экономики. В связи с этим Ассоциация СИЗ просит расширить перечень сотрудников, организаций и перечень профессий, которым и по которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. АСИЗ заявила о готовности сформировать список таких дефицитных специалистов с указанием их фамилии, имени, отчества, мест работы и выполняемых ими функций. Ассоциация СИЗ всегда отстаивает интересы предпринимательского сообщества, тем более в сложных ситуациях. Достаточно вспомнить успешную координацию с органами исполнительной власти во время пандемии коронавируса весной 2020 года, когда удалось включить средства медальной защиты в список предметов первой необходимости и предоставить организациям, членам Ассоциации, возможность работать практически без ограничений. Мы инициировали увеличение срока действия подтверждений о российском происхождении продукции, координировали и согласовывали разработку многих нормативно-правых актов по охране труда, включая изменения в 10-й раздел Трудового кодекса. И этот список можно продолжать достаточно долго. Сегодняшняя ситуация не имеет прецедентов в новейшей истории России. Мы наблюдаем, насколько ответственно членские организации Ассоциации подходят к вопросам частичной мобилизации, обеспечивая, с одной стороны, выполнение распоряжений органов исполнительной власти, а с другой стороны, поддержку мобилизованным сотрудникам, сохраняя за ними рабочие места и зарплаты. И за это им огромная искренняя благодарность. В помощь работодателям, членским организациям, мы опубликовали алгоритм действий при частичной мобилизации с исчерпывающей информацией о гражданах, подлежащих мобилизации, а также о введении воинского учета призывников и военнообязанных в организациях, а также порядке бронирования от призыва и мобилизации. Ссылка на алгоритм в описании этого ролика. Мы подготовили информацию о реально действующих мерах государственной поддержки предпринимателей и готовы оказать консультационную помощь по этому вопросу. Необходимость поддерживать и улучшать безопасные условия труда, повышать безопасность на каждом рабочем месте продиктована резко изменившейся геополитической обстановкой и измененном российском законодательстве. Именно поэтому подготовка к 26-й международной выставке безопасности и охраны труда «ПИОТ», которая пройдет с 6 по 9 декабря 2022 года в Москве на территории экспоцентра на Красной Пресне, выходит на новый активный уровень. Выставка «ПИОТ» является самой практичной выставкой, в которой ключевая роль отведена не только предпринимателям, производителям и поставщикам средств миндальной защиты и услуг, но и их заказчикам, потребителям. «ПИОТ» традиционно пользуется вниманием руководителей правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. В этом году более 200 компаний представят свою продукцию и решения в области охраны труда и безопасности на производстве на нашей выставочной экспозиции. А в деловой программе «ПИОТ» будут доклады и открытые дискуссии по таким горячим темам, как внедрение и постановление правительства 2464 по обучению и проверке знаний по охране труда, а также внедрение единых типовых норм. Предварительная регистрация посетителей на выставку уже открыта. Зарегистрироваться можно по ссылке в описании этого ролика и получать информацию о всех мероприятиях выставки для того, чтобы планировать свое посещение выставки максимально эффективно. Оставайтесь с нами, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех изменений в области обеспечения безопасных условий труда. Труд, защита, безопасность. Декабрь. Москва. «ПИОТ». Субтитры создавал DimaTorzok